Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Третий раз за этот месяц лифт не работает. Я уже и в ЖЭК ходила. Я уже не знаю, не знаю, кому жаловаться. Это безобразие какое-то. Цветочки какие у вас красивые. Да, да, жене вот решила купить, а то все поклонники дарят. Вот ваши сумки. Спасибо. Да. Да и к тому же завтра праздник любви у американцев. Ага. Че, спит, что ли? Да что ж ты... Ляля у вас и красавица, и актриса такая. Аж дух захватывает, когда ее на сцене видишь. Ага. Спасибо, Ляля. Да че ж по-соседски-то? Заместитель главного редактора газеты «Днепровечерний» Леонид Глушко привык к тому, что его жена Лиля, ведущая актриса драматического театра, могла заснуть вечером и потом не спать полночи. Ляля! Тело Лилии Глушко висело в петле. В прощальной записке актриса Лилия Глушко просила прощения у мужа и родных. Писала, что не хочет ждать, пока смертельная болезнь, рак, превратит ее в обузу для всех. Хотела, чтобы все запомнили ее молодой и красивой. Лидия была любимицей зрителей, ее ценило партийное руководство. Муж, известный журналист, скоро должен был стать главным редактором областной газеты. Обеспеченная жизнь, большая квартира в центре города. Лилия повесилась, отрезав кусок веревки от мотка, который лежал в кладовой. Учитывая резонанс, вызванный смертью известной в городе актрисы, в квартиру Глушко направили группу под руководством следователя прокуратуры Александры Николаевны Гнатюк. Судмедэксперт Игнат Макаренко выразил сомнение в том, что покойная сама шагнула в петлю. Веревка новая, моток с этикеткой. А положили недавно пыли вон сколько? Специально для самоубийства купила, что ли? А вот отрезанное интересно. Возьму в лабораторию. Купить новый моток веревки специально для того, чтобы повеситься, для этого нужно быть очень хладнокровным. Опытный эксперт-криминалист Федор Кожухарь решил повозиться с местом отреза веревки, хотя знал, установить по надрезу мало что можно. Если бы я знал... О чем вы, Леонид Николаевич? Да если бы я знал об этом диагнозе, она мне ничего не говорила. Я не понимаю, почему? Ведь у меня есть неплохие связи, знакомства. Мы бы боролись с этой болезнью. Веревка новая. Как попала в дом? Да. Да, это Ляля недавно принесла. Говорила, на балконе нужно натянуть. Старая рвется у стола связывать. Хороший коньяк. Торгуй, импортный. Да, это Ляля из Москвы привезла. Была недавно на кинопробах. Завернула. И телефон, и эту штуку. Автоответчик? Он и разговоры пишет? Да вроде бы мы не писали, а зачем? Телефон необходим ежечасно, ежеминутно во всех отраслях народного хозяйства, во всех сферах нашей жизни. В СССР телефонные аппараты для населения были простыми. Они выполняли одну функцию – звонить. Но после того, как на Западе получили распространение аппараты с функцией автоответчика, это чудо техники появилось и в СССР. Их привозили из-за границы, стоили они дорого. Обычно такие аппараты доставались большим начальникам, и это было смешно, ведь за них на звонки отвечали секретарши. Гораздо больше пользы они приносили в милиции и в скорой помощи. Своей функцией – запись разговора. Телефон работает. А эту штуку в ремонт надо будет нести. Да черт с ним, с автоответчиком. Позвонил ей. Веселая была. Говорит, если ты домой поторопишься, мы тебе еще и коньячку оставим. Леонид Глушко уверял, что в поведении жены не было ничего необычного. Они часто созванивались вечерами, если у Лилии не было спектакля, а он работал допоздна. Все-таки почему жена не сказала вам о своей болезни? Откуда я знаю? Здоровой выглядела. Вот. Зонтик откуда-то появился. Хороший зонтик. Японский. У вашей жены такого не было? У нее другой. Вот. Я в прошлом году был по линии обмена в Гадар. Привез вместе с автоответчиком. Наверное, гостя забыла. Следователь понимала, постоянные мысли о такой болезни могут психологически сломать любого, даже очень сильного человека. Как актриса могла держать все это в себе? Может, Лилия поделилась своими переживаниями с подругами? Ее подруга в коридоре ждала. Симптомы были. Пальпация показала, есть небольшие уплотнения. Как она отреагировала? Очень испугалась. Пока результатов анализов не было, она сказала, что и поедет в Москву. В Москву. Зачем? На консультацию к профессору. Хотя я и не советовала. Вот смотрите, нет никаких оснований паниковать. Врач наверняка те же слова говорил о пациентке. Неужели актриса настолько доверилась внутренним страхам? Но почему муж ничего не замечал? И почему Лилия сказала ему, что летала в Москву на кинопробы? Всего доброго. До свидания. Сомнения судмедэксперта Игната Макаренко подтвердила экспертиза. Лилию Глушко задушили веревкой. Разрыв шейных позвонков не соответствовал картине, которая получается, когда самоубийца просто прыгает с возвышения. Эксперт-криминалист обратил внимание на край веревки, на которой была повешена жертва. Он был в каком-то клейком веществе. Что это конкретно, он пока сказать не мог. Веревку от общего матка кто-то пытался сначала отрезать тупым ножом. Его нашли на кухне. А потом отрезали словно бритвой. Острых ножей в доме не было. Его мог принести и унести человек, который пришел к Лилии. В этой связи первоочередной задачей следствия стало установление личности гостя-актрисы. Зацепка – японский зонтик. Здравствуйте. Добрый день. Следователь прокуратуры Гнатюк. Слушаю вас. Потом, потом, проходи, потом. Посмотрите, вам знакома эта вещь? Знакома. Вещь приметная. И кто же хозяйка? Дина Перова. Актриса. Скажите, а где я могу ее разыскать? Да, прямо по коридору. Третья дверь налево. Пожалуйста. Репетировать не можем. Понимаю. Вы, когда дно у вас у нее были, ничего необычного в поведении не заметили? Нет. Хотя Ляля не веселая была, это да. А почему? Она не делилась с вами? Нет. Ляля, она скрытная была. Муж говорит постоянно о подруге в властях. Это да. Но душу никогда никому не открывала. Вы, спокойная Глушко, употребляли спиртные напитки? Да. Наполеон. Ляля из Москвы привезла. Настоящий, импортный. Дина рассказала, что импортный напиток хозяйка разливала сама. Но и она, конечно, повертела бутылку в руках. Это же настоящий Наполеон. Точно пару рюмочек? Вы даже зонтик забыли. Да, это не поэтому. А почему? Ляля меня просто вытолкала. Поругались? Нет. Я думаю, она ждала кого-то. Тоже подругу? Скорее, друга. Погибшая Лилия Глушко, по словам ее подруги, была женщиной себе на уме. Всегда изображала искренность, хотя вела себя расчетливо. Ну, а почему вы решили, что друга? На серванте упаковка лежала. В ней галстук. А под ним изделие. Резерватив? Да. Заграничный. Следователь вспомнила, что ничего подобного при осмотре места происшествия не находили. Галстук могла мужу купить? В Москве была? Сколько Леню знаю, он никогда галстуки не носил. Может быть, кто-то из общих знакомых носил? Не хотелось бы сплетничать. Подруга ваша умерла. Говорите. Дмитрий Юрасов. Самый большой модник в театре. Они с Лялией учились вместе. Отпечатки пальцев на бутылке Наполеона принадлежали актрисе Дине Перовой. У мужа, погибшей Леонида Глушко, было железное алиби. Сдавали свежий номер газеты. Он отвозил макет на своей машине в типографию. Главред это подтвердил. Все видели Леонида в редакции. Но если Лилия Глушко встречалась с другим мужчиной, это меняло всю картину. Кто мог быть любовником и что могло произойти во время последней встречи? Станислав Юрасов, сокурсник Лилии Глушко, просто идеально подходил на роль любовника. Красавец-холостяк буквально купался в обожании многочисленных поклонниц. Ни это, ни намеки Дины Перовой, подруги погибшей, не могли служить прямым доказательством связи между Юрасовым и Лилией Глушко. Оперативник Павел Волков проверял алиби Юрасова. Здрасте, Александра Николаевна. Год накопал. Фотографии актеров театра. Волков был в театре, где получил информацию о занятости Юрасова в тот вечер, когда погибла Лилия. День убийства был в спектакле. Прошлым летом Чулимский, автор Вампилов. Чулимский, Вампилов. Известный драматург. Погиб. Убили? Утонул в Байкале. Это наш театр поставил? Я не знала. А он там играл следователя Шаманова. Нет. Памегалов роль так зайдется. Памегалов. Памегалов. Нет, не помню точно. Появлялся там какой-то. А я смотрела этот спектакль. В Ленинграде, в театре Ленинсовета. В прошлом году в командировке была. Памегалов. Памегалов. Надо проверить. Там мужик какой-то, он появлялся только в начале и в конце спектакля. Интересно. Остальное время, что он делал? Интересно. Смотрите. Вот театр. А здесь дом Лужко. Что мы видим? Две минуты пешочком. Вот именно. Время не вагон. Можно сходить в гости к любимой женщине и вернуться к выходу на сцену. Уже время и костюме. Нет, спектакль современный и одет как одет. Только как он вышел незамеченным из театра во время работы, это я и выясню. Так. Вы возьмите фотографию этого красавца. Покажите соседям. А я в театр. Может, то, что я видел. Следователь собиралась выяснить, покидал ли актер Юрасов здание театра во время спектакля «Вечер убийства Лилии Глушко». Вактер Коваленко привел следователя в гримёрку актёра Станислава Юрасова, которая располагалась на первом этаже. «Окна на зиму давно заклеили?» «В октябре все гримёрки оклеили». В гримёрке Юрасова было одно окно. Одна створка заклеена уже пожелтевшими газетами. На другой же полоске газет приклеены совсем недавно. Оперативник Павел Волков показывал фото Юрасова соседям умершей актрисы. Ну, тут он в галстуке, в пиджаке хорошем. А тот был в кирзачах и в робе такой, как на заводе ходит. В кирзачах? Угу. Как работник? Угу. Раньше видели этого человека? Простой работяга вряд ли мог быть вхож в компанию актрисы и её мужа-журналиста. А если бы вы его увидели в кирзачах? Ну, думаю. Да, сказала бы точно. В собственной квартире обнаружена повешенная ведущая актриса драматического театра Лилия Глушко. Тело нашёл муж. Рядом предсмертная записка. Из неё стало понятно, женщина болела раком и не хотела становиться обузой для родственников. Но врач, у которого консультировалась умершая, уверяет, рака у актрисы не было. Экспертиза показала, женщину убили. Подруга Лили сообщила, что накануне смерти была у неё в гостях, она ждала мужчину. В театре ходили сплетни у Глушко, роман с актёром Юрасовым. Любовник становится главным подозреваемым в убийстве Глушко. В общем, соседка не может тут её ждать точно. Ей костюм мешает. Какой костюм? Юрасовна фото в костюме. А был, как она сказала, в робе и кирзачах. Вот. Что и следовало доказать. В чём одет Фёдор Помингалов? В робе и кирзовых сапогах. Здравствуйте. А следователь Гнатюк А.Н. Это вы? Добрый день. Прошу. Вы меня из-за смерти Ляли вызвали? Ведь мы учились вместе. Было заметно, что Станислав Юрасов сильно переживает из-за смерти сокурсницы. Скажите, какие отношения у вас были с умершей Лиле и Глушко? Да прекрасные отношения. И только не надо на меня так смотреть, ладно? Я же вам сказал, что мы с ней учились вместе. Ваше студенческое прошлое меня не интересует. Какие сейчас у вас были отношения? Дружеские. Исключительно дружеские отношения. Мы все в театре глубоко переживаем, смерть Ляли. И я не исключение. Можно? Прошу. С помощью несложного приёма следствие получило отпечатки пальцев Станислава Юрасова. Отпечатки пальцев Юрасова на зажигалке совпали с отпечатками на дверной ручке в квартире Глушко. Следователь Александр Гнатюк решила провести опознание. Соседка семьи Глушко, Тамара Ивановна Кукушкина, должна была опознать подозреваемого, одетого как персонаж спектакля, а не в костюм и галстук, как на фото, которое ей предъявляли раньше. Для опознания Станислав Юрасов и двое мужчин были одеты в одинаковые роботы. Разница только в том, что одна из них называлась сценическим костюмом, а другие взяли на время в соседнем ЖЭКе. Вы узнаёте кого-то из этих граждан? Вот этого. Можно вас? Этого человека вы видели? Да, это он был в нашем подъезде. Вот в этих вот кирзачах. Спасибо. Товарищи понятые, прошу подписать протокол опознания. И вы граждану покупку. Угу. Петрович! Спасибо, вы можете быть свободны. Угу. Юрасовы, вы останьтесь. Времени у вас было достаточно. Ваши отпечатки пальцем нашли на двери. К тому же гражданка Кукушкина вас опознала. Да, я был у Ляли дома в тот вечер. Романтики захотелось. Ляли была женщина красивая, темпераментная. Ну, вы меня понимаете. И что же между вами произошло в этот вечер? Да ничего не произошло. Дома был, за ручку подёргал. Но в квартиру не попал. Закрыто было. Нашему Роману с Ляли уже три года. И она просто обожала эти встречи. Ну, когда мужа нет дома, я прибегал к ней в перерывах между выходами на сцену. Договаривались мы заранее. Но я мчался к ней, вылезая в окно гримёрки. Это окно, через которое вы вылезали. Недавно заклеили? Ну, сразу после смерти Ляли. Чтоб никто ничего не подумал. Такого не было никогда. А как было? Ну, обычно Ляли выглядывала в окно, заранее открывала дверь. Да я и представить не мог, что так случится. После того, как она вернулась из Москвы, вы с ней уже виделись? Ну да, это же я ей помог организовать эту консультацию в Москве. И она ничего не говорила про самоубийство? Да какое самоубийство? Это же просто смешно. Эти дуры местные оврачихи её напугали, а в Москве разобрались. Она здорова была. Во время встречи в театре Лилия подарила любовнику бутылку Наполеона. Они выпили за хорошие новости. Она сказала, что у неё есть ещё подарок – галстук. Но он получит его, когда придёт к ней домой. Как вы заранее договаривались? Ну, обычно я звонила по телефону, днём ещё, между одиннадцатью и двенадцатью. Я же сплю до поздна. И в этот раз по телефону? Ну да, позвонила. Видимо, её идиот был рядом, поэтому только успела сказать, что ждёт меня. И вас не удивило то, что она больше ничего не уточнила? Ну, говорю же, он думал, что её идиот… Присядьте. Жрёт свой мармелад около телефона. Ну, я побежал в театр, она как раз выходила с репетиции. Ну, кивнула мне, как бы подтвердила встречу. Почему вы такая её мужа? Да идиот он. Никакого интереса в жизни, никого не любит, только сладости. Сладкоежка хренов. Жрёт сладости с утра до вечера, всё. Ляля говорила, что противно. Целоваться лезет. Кубы в шоколаде. Да, я заметила, что он любит сладкое. А вы не боялись, что он запишет телефоны и разговоры? Там автоответчик был. Очень легко сделать запись. Он пробовал это делать. Но там автоответчик и телефон рядом. Ляля заметила. Поэтому писала такие разговоры, ну, в которых ничего такого. А все остальные разговоры сразу стирала. Станислав Юрасов не воспринимал Леонида Глушко как соперника. Лилия давала предпочтение актёру. Менять же что-то в своей жизни не собиралась. Юрасов тоже не хотел прощаться со своей холостяцкой свободой. Их двоих вполне устраивала тайная любовная связь. Отпечатков пальцев актёра не было в самой квартире. Только на дверной ручке. Стал бы Юрасов оставлять их там, если бы планировал убийство? Сомнительно. Актёр говорил, что Лилия Глушко позвонила ему и сказала, что ждёт его вечером. Если факт звонка подтвердится, то вряд ли Юрасов совершил бы убийство, зная, что следствие обязательно заинтересуется телефонными разговорами Лилии. Оперативник Павел Волков отправился на телефонную станцию. Вот, со станции данные. Подтверждается? Да, был делан звонок на номер телефона Юрасова из квартиры Глушко. В котором часу? В 11 часов 37 минут. Как и говорил Юрасов, между 12 и 11. Оставалось выяснить, был ли в это время дома муж Лилии. Возможно, именно поэтому женщина не говорила лишнего по телефону. Поехали. Вы в газету? Распросите там всё аккуратно. А я в театр. Поехали. Ну, и что я скажу Петру Ивановичу, когда он приедет? Ну, как же так? У меня же журнал регистрации. Открывайте, открывайте. Никто не проходит всех приходящих. Я всех регистрирую через журнал. Вот. А вот это? Вот здесь вот, что это такое? Вот здесь вот на... Здравствуйте. Мне директор нужен. А директора... Я сейчас вместо директора. А вы, собственно говоря, кто и что вам нужно? Следователь прокуратуры. Александра Николаевна Гнатюк. Следователь. Очень рад. Чем могу? Мне нужно знать, в котором часу Лилия Глушко была в театре 13-го числа. Сам Вэл Вапсаров мгновенно изменил свой тон и предложил пройти к рабочему графику, который висел в коридоре. Так, Глушко. Репетиция закончилась в 12.30. Она была до конца репетиции? Да. Я актеров с репетицией раньше никогда не отпускаю. Понимаете, актер должен дышать театром. Заместитель директора категорически отрицал, что кто-нибудь мог уйти с репетиции до ее окончания. Всего доброго. Следователь Гнатюк и оперативник Волков встретились на улице, которая вела от театра к редакции газеты. Пять человек, как один, подтверждают. А с ним самим не беседовали? Он сейчас дома. Вечером придет в редакцию, как сказали, свежая голова. Так это у них называется. А дом-то вон он. Глушко не было в редакции. Прекрасный повод зайти к нему домой. Угу. Юрасов говорил, что Лиля стирает ненужные записи с автоответчика. Ее убили. Значит, она могла не успеть стереть последние записи. Угу. Пойдем. Автоответчик пришлось выбросить. Испортился. Даже ремонт никто не хотел брать. Жаль. Импортный. Не говорите. Даже на запчасти невозможно было разобрать. Все сгорело. Замыкание. Водой залил? Знаете, там день гибели Лялечки произошло. И мне было не до этого. Леонид Глушко сказал, что временно поставил старый аппарат. Ищет импортный, с кассетой. Ему много звонят по работе. Вот и нужен аппарат с автоответчиком. А вы присаживайтесь, я чаю сейчас принесу. Присаживайтесь. Вот. Да угощайтесь печенье и конфеты. Все свежие, только из магазина. Спасибо, я сладкая не очень. Да, вы знаете, я обожаю. Вот, прошу. Допейте чай, настоящий Целунский. Я вижу, вы очень сладкое любите. Ну, не всем живот кулакать. Следователь вспомнила, что любовник погибший подчеркивал слабость Леонида к сладкому. Вы меня простите, но мне в редакции нужно бежать. Я там сегодня свежая голова. Такой же импортный автоответчик стоял в квартире Глушко. С его помощью можно было записать текст и в нужное время голос. С кассеты сообщил бы, что хозяев нет, но можно оставить сообщение. Экспертиза кассеты могла бы дать ответ на вопрос, с кем и о чем говорила актриса в последний день своей жизни. Нужна была кассета от автоответчика. Муж покойной, журналист Леонид Глушко, уверял, что аппарат пришлось выбросить. Следователь Александр Гнатюк плохо верила в то, что кто-то может вот так взять и выбросить хоть и испорченный, но редкий аппарат. Здравствуйте. Следователь и оперативник отправились в мастерскую по ремонту импортной техники. Мастер представился Борисом Недомовым. Вот, автоответчик. Отремонтировали уже? Еще и не брался. Технику принес мужчина, назвался Глушко. Попросил починить и поменять корпус автоответчика. Одни люди обещали достать. Недомов решил, что тогда и за ремонт возьмется. Следователь Гнатюк оказалась права. Глушко соврал ей, когда сказал, что выбросил телефон. Аппарат мы изымаем для экспертизы. А если хозяин придет? Придет, позвоните нам. Есть где записать мимо? Там еще коробка была. Давайте коробку. Спасибо. Алиби у него выглядел железным. Столько людей видели его в редакции? Потому что толком мы его не проверяли. Проверим. Главный редактор Василий Чернышев повторил то, что следователь уже знала. Работа в тот день не ладилась. Все бегали, суетились. Но подготовили номер к 19.00. Крайний срок. А потом Ленчик ударил по газам. Сел в своей машине, помчался к типографии. Стой, Ленчик, забыл. Забыл, Ленчик. А когда он вернулся с типографии? Ну, так точно не помню. Следователь Гнатюк поняла. Если коллеги Леонида не могут дать точную хронологию событий, то все по минутам должна расписать она. Это его рабочее место? Да. А это что? Звучонка. Леня сладкое любит. Купил первую майскую недавно. Ну, и он банком въезд. Два отверстия. Я тоже так всегда делаю. Второе странное, какое-то большое. Ленчик не мелочится. Финка вскроет баночку. И звучоночка прямо вроде течет. Силкой? Всегда в квартире носит чехля. Вид из окна рабочего кабинета Глушко оказался очень интересным. Были видны и театр, в котором играла жена, и дом, где они жили. Заместитель директора типографии Семен Филатов искал нужную запись в журнале учета поступления материалов. Так, 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 так. Вот, пожалуйста, то, что вас интересует. Время точно записано? У нас по-другому не бывает. Печать дело ответственное. Согласно записи в журнале, номер газеты поступил в типографию в 19 часов 21 минуту. Ехать от редакции до типографии примерно 5-7 минут. А Леонид Глушко добирался 21 минуту. Где он мог быть, остальные 15. И почему он говорил неправду там, где вроде бы незачем? Сдал автоответчик в ремонт, а сказал, что выбросил. В хозяйственном магазине помнили, как Леонид покупал веревку, а говорил, что жена ее купила. Следователь не надеялась, что Глушко скажет правду об этих 15 минутах. Но понять, как он их провел, теперь было просто необходимо. Дверь открыта своим ключом. Не доказательство. Освенное. Ну, можно сказать, что жена давала ключи любовникам. И все остальное рассыпется без веждоков. Хорошая зацепка нож. Какой нож? Помните, я говорил, что веревку резали дважды? Один раз тупым ножом его нашли в квартире при обыске. Второй острым, как бритва. Да, я помню. На волокнах следы чего-то похожего на клей. Определить не смог. Что нам это дает? Что? Финка, может быть? На которой следы изгущенного молока. Да. Откуда Финка взялась? При обыске ее не было. У Леонида Глушко есть Финка. Совсем недавно главный редактор газеты «Днепровечерний» Василий Иванович Чернышев рассказал следователю о том, что сладкоежка Леонид Глушко пробивает крышку банок со сгущенным молоком именно Финкой. Тогда задерживаем Глушко. Финка на экспертизу. Задержание Леонида Глушко провели на его рабочем месте в редакции. Проходите. Гражданин Глушко, вы задержаны по подозрению в совершении убийства. Понятой. Товарищи, вы тоже будете понятыми. Подходите ближе. Подходите, подходите. Это ваш портфель? В тюрьму меня посадить решили. А я вас чаем поил. Иронизируйте. Для кого это вы купили, гражданин Глушко? При обыске по месту работы Леонида Глушко Финку не нашли. Зато стало понятно, что у безутешного вдовца есть женщина. В собственной квартире обнаружена повешенная ведущая актриса драматического театра Лилия Глушко. Тело нашел муж Леонид Глушко. Экспертиза показала, женщину убили. В квартире был автоответчик, а в нем кассета последних звонков. Леонид сообщил, что выкинул аппарат вместе с кассетой, но сыщики нашли его в мастерской. Сдал технику Леонид Глушко. Это вранье делает Леонида главным подозреваемым в убийстве своей жены. Следователь решает его задержать. Для кого это вы купили, гражданин Глушко? При обыске по месту работы Леонида Глушко Финку не нашли. Зато стало понятно, что у безутешного вдовца есть женщина. Близкой знакомой Глушко оказалась молодая журналистка Татьяна Громова. Вот лежала в ящике стола. Товарищи, понятые, я прошу. Че это холодное оружие, гражданка Громова? При обыске в комнате Громовой нашли Финку Леонида Глушко. Эксперт-криминалист провел экспертизу Финки, которую обнаружили в квартире любовницы Леонида Глушко. Оказалось, что в желобке лезвия сохранились фрагменты сгущенного молока и мелких волокон веревки. Именно этим оружием отрезали веревку, на которой повесили Лилию Глушко. Заключение экспертизы не оставляло Леониду Глушко никаких шансов. Журналист понял, что запираться бессмысленно и начал давать признательные показания. Сказала все. Конец спектаклю о счастливой жизни и подает на развод. Это после посещения врача было? Да, как узнала. Испугалась сильно. Пила. Сказала, директором никогда не будешь. А после развода я бы все потерял. Театр ей квартиру выделил. Как вы узнали о Юрансове? Давно знал. Видел из окноредакции, как он в окно вылезает и бежит к нам домой. Ну как не догадаться? Герой-любовник. Запись как сделали? Когда ваша жена его Юрасиком называет? В театре гулянка была. Деятели культуры пьянствовали. Давай, Лёна. Пей до дна. Юрасик. Внимание, я предлагаю этот тост за милой дам. Да, 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 да. Лёньч, ну ты чего? Не хмурь. Мы же артисты. Слушая жену, Глушко вспомнил, что у него при себе диктофон. Тогда и возник план, как можно подставить Юрасова. Лёньчик, давай пей. И наливай ещё. Как вы узнали, когда нужно позвонить? Слышал несколько раз, как жена по телефону говорила, Юрасик, я тебя жду. А я в ванной был. Потом увидел, как он в окно вылезает. Именно об этом книгу познали. Да у Ляли в книжке написано 11.30, звонок Юрасику. Она на кухне была, я прочитал. А я понял, что тянуть больше некуда. Знал, что Ляля на репетиции всегда задерживается. Вот и поставил она чуть позже. А если бы жена раньше вернулась? Перехватил бы. Мне из окно редакции всё видно. Лилия была уже сильно пьяна. Она не услышала, как к ней подкрался муж-убийца. Тело на плече было. Грохнули с табурета оба. Вот почему разрывы позвонков были. Крохот. Испугался и выбежал из квартиры. Убив жену, Глушко поспешил в типографию, где ждали номер газеты. Потом пили с главредом. Видел в окно, как этот ублюдок в окно вылезает. А через пять минут с кислой мордой возвращается. Это вы о Юрасове? Ну а то. Ну о ком же? Уведите. Интеллигенции. Его жена сыграла свою последнюю роль. Суд приговорил Леонида Глушко к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. Когда следствие закончилось, в театре возникла идея сделать вечер памяти, посвященный Лиле Глушко. Но отдел культуры эту инициативу не одобрил. Амбука. И jetzt Brighton & Whitehouse срока. Пойдемте мнеוחен. Уờ. Уважiliśmy. Да, кое-кан zdrowо. Очень enjoy. Так, я знаю. плохое заположение, туда зависит от ночей. Амбука до забота, заключается на дешеведине Продолжение следует...